Андрюха, убери этот свет! Ну что это такое? Даня, а вот что это такое? Посмотри! Вот наверху, это что? Это из другого цвета. Свет из другого пола. Ну убери тогда его, я уже в этом мерзость не видел. Голодные игры для пенсионеров. Олег Меньшиков выпускает в Театре Ермоловой премьеру под названием «Счастливчики». Действие происходит в конце нашего с вами столетия, где старикам приходится доказывать свое право на жизнь. Роковая встреча за час до возможной смерти. В принципе, на мой взгляд, замечательная ситуация, когда в будущем существует некий определенный тест, когда люди, даже достигшие 80-летнего возраста, должны ответить на вопрос, и дальше уже решатся, живут они дальше или не живут. И для всех уже это норма. И для общества, и для людей, которые приходят на этот тест. При этом спектакль не про и не для стариков. Меньшиков посвящает эту постановку 20-летним. Мол, вопросом, что я сделал в жизни, задаются ведь не только в старости. Синька, ну как, полнаетесь? Очень, очень. Третий раз всего играем. И что за роль-то у вас? Михаэл, моя любимая, замечательная женщина. Она ведет этот разговор о том, как она, очевидно, растеряла свою душу, душу и совесть. Вот это да! Я бы сделала интервью со смертью. Это была бы бомба. Красиво, гроб в огне. Мне нравится. Умрут все. Теперь и мне интересно, о чем это вы? Ну мы все, в общем, за свою жизнь встаем в такие условия, вы выборы. Вместо декораций будущего – два огромных экрана. Специально для спектакля было закуплено какое-то баснословное видеооборудование. Впрочем, не могу сказать, что картинка меня впечатлила. Зато однозначные плюсы – смелая и довольно неожиданная тема. Но и артисты, конечно, сплошь народные и заслуженные. Правда, боюсь, такой состав артистов привлечет в первую очередь их ровесников.